Глава Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов из десятка разных стран. Он поприветствовал послов и подчеркнул, что очень доволен визитом и выразил надежду, что их работа в Азербайджане знаменует новый этап в развитии между странами. Уверен, что вы найдете много направлений сотрудничества. Азербайджан работает с вашими странами во многих международных областях, особенно в ООН, вместе с ОБСЕ, Организацией Исламского Сотрудничества, Советом Европы и Движением Неприсоединения. Поэтому у нас очень активные контакты в различных международных формах. Уверен, что так будет и дальше, потому что между нашими странами нет разногласий, сказал Алиев. По словам президента, внешняя политика Азербайджана направлена на продвижение идей мира и согласия между всеми дружественными странами. Глава государства подчеркнул, что благодаря активному взаимодействию международных организаций, Азербайджан буквально вплотную подошел к получению информации об армянских противопехотных минах. Одновременно мы начинаем восстанавливать инфраструктуру наших городов и сел. Это огромная территория, площадью более 10 тысяч квадратных километров, освобожденная совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении о прекращении Нагорно-Карабахского конфликта, подчеркнул Алиев. К сожалению, по словам президента, правительство Армении не озвучило никакого ответа на публичные заявления о том, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по мирному соглашению. В завершении встречи Алиев побеседовал с послами по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Накануне власти Армении пошли на уступки и предоставили карты расположения мин в Агдамском районе. В обмен на границу между Грузией и Арменией власти Азербайджанской республики передали Армении 15 солдат, находившихся в заключении в Баку. Отметим, что после первых следственных мероприятий стало известно, что переданные правительству Армении военные не причастны к совершенным на территории Азербайджана военным преступлениям. Карты минных полей содержат информацию о местонахождении 100 тысяч противопехотных мин в Агдамском районе. Карты мин Азербайджана были выпущены при посредничестве Госдепартамента США и Европейского Союза. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии приветствовало договоренности, достигнутые в ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном. В министерстве добавили, что надеются на укрепление климата, взаимного доверия на Южном Кавказе, стратегическом регионе в интересах Италии и Европейского Союза. Италия поддерживает укрепление диалога Баку-Ереван при поддержке ЕС и ОБСЕ, направленного на стабилизацию и региональный рост. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием армяно-азербайджанских отношений и продолжим поддерживать укрепление взаимного доверия между двумя странами на благо всего региона, сказано в сообщении.